В эфире первого карагандинского новости в студии Миром Гульсал Кимбаева. Здравствуйте. Коротко о главном. Жители Майкудука буквально тонут в воде. Подробнее об этом вы узнаете из сюжета Айамамриной. Спасут ли шпаргалки выпускников на едином национальном тестировании? Какие изменения ждут учащихся при сдаче экзаменов? Почему городские власти намерены сократить численность маршрутов? К чему привело изучение пассажиропотока в шахтерской столице? Расскажут наши корреспонденты. Жители улиц Совхозная, поселковая, пристанционная и Кузимбаева, что находится в Майкудуке в отчаянии. К их домам подступает вода из местной ливневки. По словам домовладельцев, это произошло после ремонтных работ по улице. Машины разворошили почву и теперь вода не уходит своим руслом. Все стойки скапливаются в огородах и подвалах. Некоторые уже бросили свои дома, потому что жить в таких условиях невыносимо. Продолжит Айамамрина. Мы сами себе предоставлены. Вот так. Властям не нужны. Они только нас нужны деньги. Такой крик отчаяния Людмилы Чувеловой поддержали все соседи. Они в один голос утверждают, что достучаться до чиновников невозможно. Жильцы уже обращались в Акимат Октябрьского района, но там их перенаправили почему-то в городской. Исполнительные органы перекидывают ответственность друг на друга. В Акимат обращались. Акимат думает, размышляет. МЧС сказал, что у них нет оборудования. Водоканал сказал, что это вообще не их проблема. Канализация приезжала отдельно. Они сказали, канализации, которые принудительного типа, это их. Забитые ливневки по улице Совхозная топят все ближайшие дворы. Уровень воды с каждым днем поднимается все выше и выше. Отчаявшиеся жители обращались уже во все инстанции. Но пока на их проблему отозвался лишь наш телеканал. 70-летняя Любовь Мелихова о воде в своем погребе и сырости в доме без слез рассказывать не может. Буквально перед нашим приездом у нее побывала скорая. У женщины опухоль мозга, которая прогрессирует. Пенсионерка даже согласна разменять дом на квартиру. Откачка воды ей, одинокой женщине, уже не по силам. Я ничего не могу сделать. Я живу одна. Пенсия маленькая. Сын инвалид третьей группы тоже. Умственно отсталый сын. Деда похоронила уже пять лет. И меня топит. Я не знаю, что мне делать с этим домом. Здоровья нет. Стало болеть. Постоянно пневмонию пишут мне, потому что пневмония – это от сырости. А жители вот этого дома по улице Поселковая, один, устав от воды, съехали к родственникам. Лужи, грязь доставляют всем массу хлопот. Родители не могут спокойно отпустить детей во двор. Ливневки опасны для игр. Тем временем 9-летний Никита решил сам обратиться к чиновникам. Чтобы прочистили ливневку, а то уже просто невозможно. Скоро вода из-под пола литься начнет. А в Караганды-Су нам дали следующие комментарии. По улицам Кузимбаева, Совхозной, Поселковой нет аварий на сетях водоснабжения и водоотведения до Караганды-Су. Ливневая канализация, которая проходит по этим улицам, на балансе Караганды-Су не состояла и не состоит. И нами не обслуживается. В Акимате в очередной раз развели руками. Но чиновники обещали создать комиссию и призвать к ответственности виновных. А пока жителям Майкудука придется бороться с водой. Аймамрина, Исламбеку-Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Городские власти рассказали о том, к чему привело изучение пассажиропотока в шахтерской столице. Как оказалось, почти половина населения обслуживается в третьем автобусном парке. А некоторые маршруты вообще дублируют друг друга. Собираются ли их сокращать, знает наш корреспондент. Основная цель изучения пассажиропотока – посчитать, сколько людей пользуются общественным транспортом. Как оказалось, 54% от общего числа жителей Караганды полностью оплачивают проезд в автобусах. 35% населения обеспечено льготным тарифом. Из них большая часть обслуживается бесплатно. 11% жителей шахтерской столицы покупают проездные билеты. Почти половина карагандинцев, а это 46%, охвачены льготным проездом. Весь городской пассажирский транспорт перевозит 376 380 человек. Но мы называем это езды, потому что один человек может проехать два раза, три раза. Из них мы посчитали по долям теперь. Третий автобусный парк, мы знаем, самое крупное предприятие в городе, оно на сегодняшний день выполняет 45% перевозок. В количественном выражении тоже данные видно. То есть из девяти перевозчиков мы увидим, что почти половина всего объема занимает третий автобусный парк. Городские власти приближаются к тому, чтобы следить за пассажирским транспортом. Для этого даже создали специальный сайт, на котором можно проследить, в какой части города находится маршрут. На сегодняшний день у нас уже более 80% подвижного состава оборудовано GPS-датчиками. Все эти GPS-датчики завязаны на определенную программу, которая синтегрирована вот с этим сайтом. То есть то, о чем мы говорили, что диспетеризация уже должна быть в режиме реального времени. Мы вот это вот сейчас уже, в принципе, практикуем. Вместе с тем специалисты выяснили, что в Караганде есть маршруты, которые дублируют друг друга. Властям порекомендовали сократить шесть из них, но чиновники пока никого с линии убирать не собираются. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С этого года при сдаче экзаменов выпускников ждут изменения. Само ЕНТ станет более удобным. Учителя постараются уменьшить стресс учеников. Подробнее расскажет Лариса Хусаинова. Контроля на экзаменах станет больше. В этом году по области во время тестирования во всех кабинетах и аудиториях будут находиться около двух тысяч представителей Министерства образования и науки. Также школьникам не придется толпиться на улице и ждать результатов. Они смогут посмотреть их в интернете. Об удобствах изменений рассказал руководитель департамента по контролю в сфере образования Темиргаля Бельмажинов. Это дело в первую очередь для того, чтобы все это было анонимно, чтобы каждый знал свои баллы. И спокойно каждый может зайти на сайт Центра тестирования, Национального центра тестирования и без проблем узнать. И родители могут узнать, и каждый выпускник. Это бесспорно большой плюс ЕНТ этого года. В этом году единое тестирование выбрали около 70% от всех выпускников. Остальные будут сдавать государственные экзамены обычным способом. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Традиционно на металлургических предприятиях конвертерное производство является источником загрязнения окружающей среды. В целях решения этой проблемы на комбинате Арселор Миттл Тимиртау устанавливаются дорогостоящие оборудования газоочистки. В результате должна улучшиться экологическая ситуация в регионе. Как идет реализация этого проекта на предприятии Арселор Миттл, расскажет наш корреспондент. На площадке трудятся около 200 человек, у которых есть большой опыт. Как говорят на заводе, к концу лета их количество увеличится до 500 человек. Система газоочистки – это целый комплекс сооружений, который улавливает и очищает вредные выбросы от трех работающих конвертеров. Проект по реконструкции системы газоочистки на металлургическом комбинате был введен в 2010 году. Заводские экологи подсчитали, что в месяц улавливается до 150 тонн пыли, которая раньше выбрасывалась в атмосферу. Цель проекта реконструкции системы газоочистки конвертерного цеха – снизить количество выбросов вредных веществ до экологических норм Республики Казахстан. Данный проект является очень важным не только для комбината, для города, для самого региона, потому что производство стали сопровождается громадными выбросами в атмосферу пыли. Уникальность этого проекта, что кроме того, что мы улавливаем пыль от самих конвертеров во время введения плавки, у нас вторая газоочистка – это улавливание неорганизованных выбросов. Это те выбросы, которые образуются при завалке металлолома, при заливке чугуна. То есть, та пыль, которая у нас выбрасывалась в атмосферу, то есть, помимо котла. Все оборудование новое, эффективное и импортное, привезенное из Германии. Системная газоочистка сводит к минимуму выброс пыли в атмосферу. Темп взят хороший. Реконструкция идет с опережением графика. Как говорит Виктор Демченко, в их планах к концу сентября закончить этот проект. После завершения строительства система газоочистки будет улавливать 3,5 миллиона тонн пыли в год. Лариса Хусыинова, Толиген Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Молодые семьи и люди, у которых есть 50% первоначального взноса, могут приобрести доступное жилье под 5% годовых. Стоимость квадратного метра с чистовой отделкой в нашем городе составляет около 100 тысяч тенге. А по истечению определенного времени государство обязуется облегчить ношу заемщиков премии от 2 до 20%. Такие условия жилищного кредитования предложили сотрудники Жилстройсбербанка в рамках разъяснения послания президента Нурлыжол. Подробности у нашего корреспондента. Работники спортивной школы поселка Сортировки внимательно слушали разъяснения сотрудников Жилстройсбербанка. Еще бы, ведь недвижимость – главная проблема многих. Съем жилья не всегда по карману семьям. А по программе «Доступное жилье 2020» можно реально сэкономить деньги. 24-летний Ернар Бердин работает в спортшколе помощника-бухгалтера. В сентябре этого года молодой человек хочет жениться. Уже сейчас задумывается, куда привезти невесту. Условия банка и поддержка государства кажутся ему весьма заманчивой. Конечно, все зависит от доходов. Ну, хотелось бы трехком жениться. Сначала создать лечейку общества, а потом уже будем думать, конечно. Ну, нет, не в долгий ящик, это надо побыстрее. В принципе, так и планировали после свадьбы сразу. По словам сотрудников Жилстройсбербанка, в нашем городе уже немало семей воспользовались программой улучшения жилищных условий. На юго-востоке напротив крупного супермаркета построили два дома. До 12 июня принимаются заявления от граждан на покупку еще ряда квартир, строящихся домов в микрорайоне Шапогат. Если есть возможность и желание участвовать, то можно будет сейчас участвовать, пока идет прием заявлений на Шапогат, например. Если нет, то на следующий год, на панель-центр, в конце следующего года, либо в начале 2017 года, можно будет подать на микроэн-панель-центр. Если вдруг люди передумают, всегда можно получить деньги назад, говорят специалисты банка. Работник отдела физической культуры и развития спорта города Берег Досымбеков рассказал нам, что такие акции по разъяснению жителям всех возможностей получения доступного жилья найдут свое продолжение. Два новых назначения в городском Акимате. Один займет место руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог шахтерской столицы, а другой возглавит отдел предпринимательства и промышленности Караганды. Распоряжением Акима Караганды на должность исполняющего обязанностями руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды назначена шалпан Жусупова. Она имеет два высших образования по специальностям инженер-строитель и юрист. Занимала разные должности. На должность заместителя руководителя отдела предпринимательства и промышленности города Караганды назначена Дина Осенова. Она имеет два высших образования по специальностям экономист и бакалавр юриспруденции. В разные годы работала на различных ответственных должностях. До сегодняшнего назначения руководила отделом контроля и документационного обеспечения аппарата Акима города Караганды. Желаю назначенным руководителям успехов на новом городе в достижении всех поставленных целей. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спортсмен из Каркаролинска Ержан Шункеев завоевал титул Сарарка Барреса. Став победителем областного турнира, он получил путевку на республиканские соревнования по Казахшакурес. Второе почетное место досталось Палуану из Жанаркинского района Асылу Барменову. Республиканский турнир Казахстан-Барресе пройдет в этом году пятый раз. Фанатов Казахшакурес каждым годом становится все больше. Наши победители теперь отправятся в Астану. Там от каждой области выступят по два спортсмена. Ребята готовятся в течение года. Здесь не только спортсмены, которые занимаются по борьбе казах-короцам. Есть борцы, которые занимаются по джудо, по борьбе с самбо, вольники есть. Ну, уровень очень высокий. В турнире участвовали около 200 палуанов. Все они являются победителями отборочных состязаний по регионам. Мы сюда приехали все за победой. Я уже второй год участвую в этом турнире. Занимаюсь куресом почти восемь лет. Раньше занимался греко-римской борьбой. Буду готовиться и дальше. Особо зрелищным была борьба среди палуанов высшей весовой категории. Все спортсмены буквально выкладывались на все сто. Их боевой настрой можно понять. Ведь участие в Казахстан-борце – это хороший призовой фонд, а самое главное – титул и признание народа. В этом году защитить честь на этот турнир отправятся Ержан Шинкеев и Асал Барменов. Айам Амрина, Айдин Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. На стадионе «Шахтер» прошла ежегодная спартакиада производственных коллективов города Караганды. В городских соревнованиях приняли участие более ста спортсменов по восьми видам спорта. В Карагандинской области уже стало традицией проводить спортивно-массовые мероприятия среди производственных коллективов. В спартакиаде нет общекомандного зачета. Участники соревнований имеют право выступать в отдельных видах спорта. Мероприятие у нас посвящено 70-летию Великой Победы, 550-летию Казахского ханства, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Это называется спартакиада производственных коллективов города Караганды. Мы сегодня и завтра в течение двух дней будем на стадионе «Шахтер» в фоке-баскет-колл, в плавательном бассейне школы плавания проводить вот эти соревнования по восьми видам спорта. По итогам городских соревнований участники-победители отправятся на областные соревнования. Меряются силами и в шахматах, и в борьбе. Продемонстрировать командный дух и взаимопонимание получается у всех спортсменов. Мы с разрезом молодежный, поселок такой есть молодежный, корпорации «Казахмыс» УДА-Барлы. Вот приехали на соревнования, посвященные в честь 70-летию Победы. Вот надеемся проявить себя в соревнованиях. Также спасибо организаторам за участие. Такие спартакиады укрепляют дружбу внутри коллектива и, конечно же, улучшают здоровье. Победителями международного турнира по настольному теннису стали команды юношей и девушек Ирана. Напомним, турнир проходил в спорткомплексе «Жастар». Всего в нем приняли участие пять команд из Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Тургменистана и Ирана. Второе место досталось команде Узбекистана. Наши же спортсмены заняли третье место. Напряженная борьба спортсменов длилась практически два дня. За это время теннисисты буквально оттачивали каждый удар. Хорошую технику и сноровку показали девушки и юноши из Ирана. Они стали победителями турнира. Их основные соперники – команды из Узбекистана и Казахстана. Команды Казахстана и Узбекистана – довольно серьезные соперники. Победа досталась нам нелегко. Но, тем не менее, наша команда считается номер один в Иране. Теперь мы будем готовиться к чемпионату мира. Тем временем настроение казахстанской сборной явно было подпорчено. Ведь все ждали от нее победы. Спортсмены уже готовы приступить к работе над ошибками. Больше тренировок надо. Увереннее надо играть. Технических много было ошибок. Но будем готовиться к следующему году. А главный судья соревнований Александр Перевалов считает, что одной из причин и поражения является молодой возраст наших теннисистов. Это и дает о себе знать. Также у нас в стране не хватает нового оборудования, столов и площадок для подготовки мастеров ракетки. У девушек первое место заняла команда Ирана, второе место – Узбекистан, третье место – Казахстан. У юноши такая же ситуация. Первое место – Иран, второе – Узбекистан, третье – Казахстан. То есть, фактически, получается, Иран и Узбекистан, и юноши, и девушки попали на чемпионат Азии. Тем не менее, наши спортсмены не намерены сдаваться. От Казахстана в Куала-Лумпур на чемпионат мира отправится младшая сборная и спортсменка Зауреш Акашева. А имам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните в нашу редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Саоболамздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова